дорогие друзья всем привет благодарю что вы зашли ко мне в гости сегодня у нас очень интересно когда делаем фреш выжимаем сок из апельсин лимон не так жалко выкидывать все что остается поэтому я слаживаю пакетики и морозильную камеру когда достаточно много уже есть я варю джем здесь у нарезала на стол дольки немножко они подсохли тоже заморозила дальше мне надо было я сделала лимончелло готовила эти я взяла только цедру сюда конечно она немножко с горчинкой но придает такой шарм здесь у меня апельсины ведь я выдавливала сок но еще осталось и мякоть все замороженное вот видите даже у меня получился целый лимон я сняла только цедру и заморозила все сюда я добавляю кипяток у меня воды достаточно много и провариваю всю нашу эту массу минут 15 самое главное конечно постараемся удалить косточку то у меня мамы лимон уже немножко размер все чтобы не было косточек видишь это не лимон так упал все как я у него сняла только цедру и заморозила то сейчас нам надо удалить косточки достаточно их много все мы с вами справились я проварила минут 15 вот такая красота у меня вышла смотрим может косточки еще всплыли обычно эту процедуру три раза делают но я не знаю я не делаю все равно легкая горчинка остается вывариваем все вкусное все косточек у меня нету эту воду я сливаем добавляю сахар немножко водички и ставлю на плиту провариваю до мягкости я проварила массу минут десять теперь еще раз смотрим косточки и измельчаем при помощи погружного блендера сейчас уже косточка видите могли всплыть которые я не заметила все измельчаем я измельчила ночи достаточно крупно но мы с вами еще разок пройтись теперь добавим вкуса я добавлю корицу бадьянчик и гвоздичек и ставлю еще провариться эту нашу массу на минут десять не забывайте подписываться на мой канал я продолжаю убираем наши специи еще немножко измельчаем доводим до кипения и разливаем по баночкам конечно у него есть такая легкая горчинка но приятная к блинчиком очень вкусный соус все я убрал измельчая часть джема я оставляю как есть а часть я перетираю через сито люблю для блинчиков более такую мелкую фракцию вдруг косточки еще попались а то что останется более густое пойдет в начинку у меня получилось два великолепных джема одно для начинки более такой крупной фракции и для блинчиков и какая красивая перетертая не забывайте подписываться на мой канал и мы с вами готовим просто быстро и вкусно рецепт под видео есть конечно такая легкая горчинка у меня до сих пор от пробы есть но это вкусно всем пока